Сложно понять, как устроен мир. Нет в нем теперь согласия. Люди не знают мир. Кругом у них одни ненасти. Пишет стихи, увлекается театром. Глядя на эту юную, талантливую девушку, и не подумаешь, что у нее ограничены возможности здоровья. Несмотря на трудности с передвижением, Алена очень активная и общительная. Сестра Аня от Алены не отстает. Пишет статьи в лицейскую газету и давно увлекается фотографией. Мне нравится фотографировать пейзажи или макросъемку, особенно если это природа, там Кавказ, это потрясающие виды. У меня еще есть к чему стремиться, есть к чему учиться. Мама девочек Татьяна Владимировна уверена, из-за инвалидности ставить на детях крест нельзя. Старается максимально развить кругозор своих девочек. Всегда берет Аню и Алену с собой в поездки, водит в театр. Проблем больше во взрослых, чем в детях. На самом деле барьера-то нет. Просто у нас не совсем привыкли вокруг общаться с такими детьми. А они не должны сидеть совершенно дома. У них разнообразные очень интересы. Дети умные, воспитанные. Мне они очень нравятся. Я очень горда, что они у меня есть. В этом году семья Гамазинах была номинирована на награду за заслуги в воспитании детей. Этот почетный знак впервые присваивала городская дума. Награду семья не получила. Но без внимания Алена, Аня и их мама не остались. Сенатор Совета Федерации от Самарской области Дмитрий Азаров и председатель городской думы Александр Фетисов подарили девочкам на день рождения профессиональный фотоаппарат. Безусловно, вот этим посещением наше общение не закончится. Дружба только начинается. Мы обязательно будем создавать условия для реализации талантов. Очень здорово, что у нас есть такие семьи, такие матери. Теперь у сестер больше возможностей для реализации своих творческих задумок. Девочки планируют не только делать качественные фотографии, но и снимать видеоролики. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.